Самым опасным заболеванием в сфере животноводства в Волгоградской области по-прежнему остается африканская чума свиней. Впервые вспышку этой инфекции зарегистрировали у нас в 2010 году и с этого времени в регионе было уничтожено свыше 20 тысяч голов свиней. Сегодня в области предпринимается целый ряд профилактических мероприятий, цель которых не допустить проникновения африканской чумы. Наша съемочная группа побывала на комбикормовом заводе, он находится в Оловлинском районе и оценила, как здесь соблюдаются меры безопасности при производстве продукции для свиного поголовья. Здесь почти как на военном производстве, все что происходит скрыто герметичными трубами. На этом комбикормовом заводе принимаются все меры, чтобы не пропустить вирусную территорию, ведь продукция предприятия идет в крупные свиноводческие комплексы не только нашего региона, но также Тверской и Саратовской областей. Одним из показателей безопасности кормов является то, что в прошлом году, когда у нас свирепствовал опасный для свиного поголовья вирус, завод ни на день не прекращал работу. Въезжающий сюда транспорт дезинфицируется, в местах погрузки кормов стоят отпугиватели птиц, а готовая продукция перемещается по закрытым системам. Специально дополнительной опцией при заказе оборудования был гигиенический кондиционер, который позволяет точно выдерживать параметры прогрева температуры, время экспозиции, когда корм находится при обработке этим кондиционером. Кондиционер помогает убить вирус африканской чумы, если он есть в сырье. В хозяйство продукция поступает полностью подготовленной, никакой дополнительной термообработки уже не требуется. Такая гарантия от заноса вируса на руки фермерам. К слову, в текущем году областное правительство выделило почти 48 миллионов рублей на борьбу с африканской чумой свиней. Деньги используются для переоснащения ветеринарной службы региона, а также для приобретения дезинфицирующих веществ. В то же время в Волгоградской области работают семь стационарных постов. Они проверяют транспорт, въезжающий на территорию региона и покидающий его. У тех, кто перевозит мясо или животных, должны быть необходимые документы. Если таких документов нет, такие транспортные средства останавливаются, естественно. Люди привлекаются к административной ответственности. В некоторых случаях даже ветеринарная служба имеет такое право, как уничтожить груз. Бюджетные средства направляются и на повышение квалификации ветеринаров, работающих в сельской местности. У них должны быть самые полные и самые современные сведения об опасной для животных инфекции. Вакцины от африканской чумы свиней в мире пока нет. Поэтому основная мера борьбы – профилактика. И здесь главными союзниками ветеринарной службы должны стать сами владельцы хозяйств, содержащих свиной поголовье.